Мы еще говорим о том, о той стадии, как переходить от родителя к советнику, советчику. Это очень важная перемена, которую нужно сделать ментально, переход. И я вижу, что почтение к родителям — это такой вопрос, который нужно соблюдать всю жизнь. Однако послушание родителям только когда вы ребенок. Поэтому я не ожидаю, что мои взрослые дети должны слушаться меня. Я ожидаю, что они будут почитать меня. Поэтому так я отношусь к ним. Я не ожидаю, что они должны служаться меня. И также всем в своем сердце могу сказать, что я чувствую, что они меня почитают, что я почтена. Бог сделал нечто особенное в нашей общине. И когда я говорю эти слова, я хочу удостовериться, что очень ясно нарисую эту картину вам. Наша община не большая, количественная. Пардон? О, вы закончили. Но она очень сильная община. И также у нас есть очень сильное чувство отождествления, как тело верующих. И remember I said that how you parented your family would be how you would minister in the church. Также когда я сказала то, каким родителем вы являетесь, так же вы будете вести церковь. И мы видим, как это происходит в нашей общине. Мы видим, как это происходит в нашей общине. Мы видим, как это происходит в нашей общине. И counseled of the leaders that we trust. Поскольку it's been led. We've had, do you guys know Jan Denharter? Has he been here? She doesn't know. Well, you know him. When he came and met with our leadership in Mineral Wells. Когда он приехал и встретился с нашими лидерами в Mineral Wells. Two years ago. He basically told us that we were a church full of Abrahams. И в основном, что он сказал? Церковь ваша наполнена Авраамами. And that we had some Isaacs that we need to begin to release in leadership. И что нужно нам некоторых Исааков выпускать в лидеров. It surprised me, but that upset some of our older people. Это меня удивило, но огорчило некоторых из наших пожилых людей. То, что они услышали, что больше они не нужны. Поэтому мы прошли тот этап. И послушались тому, что как мы чувствовали, было слово от Бога. Хотя Джон Денхардер не приехал и не сказал, типа, вот говорит Господь. Но то, чем он делился, мы чувствовали, что это направление с небес. И Бог сделал нечто, что просто очень удивительно. Мы работаем, и теперь мы работаем в этом направлении, и теперь это уже три поколения. И мы очень удивлены, поскольку некоторые лидеры национального масштаба или народного масштаба begin to call for this, begin to say, this needs to happen in the church. And it's so special that we are aware that we are a little church in a small city but God told us and gave us this information that we needed. And it's so exciting to just to know it's like we're ahead of some things. И радостно очень осознавать то, что мы впереди чего-то, впереди кого-то. There's an idea in much of it's in politics, it's also in the church. И есть очень такая сильная идея в политике, также в церкви. That we would talk about it as being succession. I'm going to plan for my successor, the one that comes after me. Чтобы мы работали, чтобы готовили преемников. And we're going to plan for that. И что мы готовимся к этому. And then someday I'm going to raise up my successor. И в какой-то день я как бы поставлю своего преемника. And then I'm going to let him do my job. И после этого он будет заниматься моим делом. I've heard illustrations of it being like a relay race. You know, a relay where you have the baton and you run for a while and then you give the baton to someone else and he finishes the race. Like marathon. Hmm? Like marathon. Well, no, it's a team race. Like in the Olympics, sometimes there will be a relay where you have like four different runners and they run different parts. Это как эстафета. Четыре человека, все участвуют и все команды завершают дело. And I run my part. Я бегу, бегу, я исполняю свое дело. And then I pass the baton and I let go of it. Отпускаю ее. And the next guy runs his part. And I'm finished. И я закончила свое дело. If you think about it with kings, with a king, если вы думаете об этом отношении царя, он умирает, the sun takes over. Следующий становится его сын. This is not what we're seeing happening. Но мы не это видим. What we are seeing is all the generations running together. То, что мы видим, что все поколения бегут параллельно. Our young people are involved as leaders. Да, поскольку наша молодежь вовлечена и является лидерами. И зачастую это происходит за последние шесть-восемь месяцев. Когда мы собираемся вместе в церковь, то есть там трехлетние, четырехлетние дети, которые ведут поклонение, прославление. И это удивительно. И я так считаю... Now, there are still children. Don't misunderstand me. They are children. Это дети. They're not some little super spiritual something or other. Это простые дети, они какие-то там духовные звезды. But the Holy Spirit is using them to even lead the adults. Но Дух Святой использует их для того, чтобы вести даже взрослых людей. Because our mind has changed. Our minds have changed. We don't think about church leadership the way we used to. Больше мы не думаем о церковных лидерах так, как мы думали об этом раньше. It's the generations running together. Но смысл в том, что поколения, все поколения бегут параллельно, вместе. The more mature people don't stop working in the kingdom of God. It's not like we get to retire and go sit on the porch. Это смысл не в том, что ты идешь в отставку, ушел на пенсию и идешь сидеть там где-то в уголке. Because these young people will go farther and do more if they have good counsel. And so that's one of the reasons this understanding of biblical authority and biblical submission is just foundational. Because they choose to listen to us. It is amazing. They're really choosing to listen. I've been involved in our Christian school in Mineral Wells for, well, since 1982. So what, that's 27 years. And yet, the young man who is the administrator now, the young man who is the administrator now, he was born the year we started the school. He is doing a marvelous job. And he is doing a marvelous job. It's his ministry now. Теперь это его служение. His heart is 100% in it. And his heart is 100% in it. His energy is a whole lot more than mine. But I'm telling you, he calls me frequently and asks me what I think. And also, I want to say, that he calls me frequently and asks me what I think. He wants the wisdom that I have. He wants the wisdom that I have. And he knows I'm not trying to hold on to something. And he knows that I'm not trying to hold on to something. We are running together. And that's what you're wanting in your families. Think about what you want for the holidays that you celebrate, the feasts that you celebrate. You want to enjoy each other. What do your children enjoy? That's fun for you. If your kids enjoy doing something, you want to do it too. Now, Kirk wanted me to make sure I made a certain point and I'm going to do it. As we think about our vision for our families, don't leave out the fun stuff. We can get to thinking that our family is going to look like a bunch of, I don't know, cartoon angels just floating around. Our family has had its biggest impact when our children bring friends to our family parties. where we're not doing the church thing. Where we are enjoying each other. Of course, the Lord's there. But it is such a lie that I believe comes back from the Greek philosophy that the spiritual was separate from the secular. That's not the Hebrew way of thinking. That's not God's way of thinking. There wasn't a difference. He's all, he's everywhere. He comes to our family parties. He comes to our family parties. And of course he comes to our congregational meetings. It's all spiritual. It's all his. And so I can be worshiping him while I am cooking a big Christmas dinner. I can also worship him even when I'm preparing a big dinner for Christmas Eve. And I can be worshiping him on my knees in prayer. I can also worship him when I'm on my knees in prayer. And we want our children to get that. He's with us no matter what. And the Jewish Jesus that we see in the Scripture He enjoyed being with people. He liked him. And people learn and eat with the sinners. He went and ate with the sinners. He went and ate with the sinners. He went and ate with the sinners. Now what is so awesome about him And what is so awesome about him And that is so holy is he is so holy that he could go with the sinners что он шел общаться с грешниками и никогда не согрешал. Это абсолютная мотивация для меня. Я хочу быть настолько исцеленной что я могу пройти среди грешников и без того, чтобы даже начать проповедовать им. Что они почувствуют святость и благость Бога. И также увидят, насколько я наслаждаюсь Богом. И что они увидят, насколько я рада, и они также знают, что я Богу нравлюсь. И также они смогут сказать, что тоже хотят этого. И я бы хотела идти в этом направлении. И это я вижу снова и снова, как повторяется в нашей семейной жизни. Наш дом стоит недалеко от озера в Техасе. Это небольшой дом. Но иногда мы собираемся в этом доме. И очень хорошо проводим время. Гамбургеры готовим. Стейки. Стейки. И это очень прикольно все. И мы очень часто смеемся. Также у нас пиво есть. И также нам нравится компания друг друга. И также хочу донести до вас, что никаких пьяных не будет. Но просто очень хорошее общение в Боге. И это очень часто происходит, когда дети приводят своих друзей, тех друзей, которые не знают Иисуса. И все, что они знают о церкви, это правила. И они видят любовь, которая есть между нами. И затем приходит воскресный день, и время идти в церковь. И они приходят на наши служения в церкви. И они приходят на наши служения в церкви. И мы очень громкие, шумные прославители. Нам нравится прославление. Ну, конечно, вам может нравиться поклонение, прославление с помощью органа и хора. Но это больше похоже на рок-н-ролл. И я обычно наблюдаю за лицами людей, потому что я обычно играю за пианино. И наблюдаю за лицами людей, которые сначала побывали у нас, в нашем доме, в нашей семье. То их сердца мягкие, размягченные. И когда вы свои семьи созидаете, и другие люди приходят и видят любовь вашу между собой, и затем, когда они увидят ваше поклонение, прославление, то их сердце уже к тому времени будет размягченное. Поэтому попросите Духа Святого показать вам все те сферы, где вы разграничиваете духовную жизнь от светской жизни. Я бы сказала вам, что когда вы вспоминаете историю о Марии и Марфе, проблема Марфы была не в том, что она работала и служила. Но дело в том, что она отвлеклась и Иисуса оставила где-то за пределами. Иногда я поклоняюсь Иисусу, когда я сижу у ног Иисуса. И иногда я поклоняюсь Иисусу, когда я работаю и в это же время общаюсь вместе с Ним. Даже когда вы учите детей своих делать какую-то работу по дому, вы можете научить их, чтобы они приглашали Иисуса помогать или быть в этом процессе. И Он хочет во всем принимать участие, во всем этом. И что еще важно помнить в отношении наших детей? Я бы назвала это думайте в рамках или думайте притчами. Именно таким образом Иисус учил. Ну, конечно, там была Нагорная проповедь, и там огромная толпа рядом. Но часто Иисус учил просто по дороге. И поэтому, даже когда вы учите своих детей, это тоже может быть эффективным, если вы так будете учить. И даже если возвратиться к 6 главе второзакония, именно так Бог обращался к отцам. Учите их, когда вы идете по дороге. Поэтому, можно сказать, будьте ориентированы на притчи. И как вчера Кирк наблюдал за тем, что происходило с генератором. И Бог показал ему нечто в какой-то практической ситуации. Бог дал ему духовную истину из какого-то практического примера. И очень много будет таких ситуаций, практических ситуациях, когда вы можете извлечь духовную истину и показать это своим детям. Мы все любим истории. Мы любим истории. Поэтому ищите этих возможностей и рассказы истории своим детям. Поэтому это много материалов, которые были рассказаны за одну неделю. Но давайте просто представим, что вы все интеллектуально-духовные гении. И вы впитали малейшую деталь, которую я сказала. И теперь вы все это знаете. Что с этим вообще делать? Во-первых, если у вас есть старшие дети, или же если вы планируете как-то изменить процедуры в доме, так называемые. И когда я говорю старшие дети, я, может, подразумеваю, начиная с пятилетнего возраста. Если вы захотите изменить какие-то процедуры, то объясните им. Иначе они подумают, что вы крэйзи, что вы с ума сошли. Моя мама сошла с ума, пошла на какой-то семинар, и теперь все меняет. И вы захотите сесть вместе с ними. Например, если вы захотите объяснить это правило, как правильно прерывать во время разговора. И, возможно, вы должны сказать, я думаю, что это лучше так делать, и давайте попытаемся сделать так. Because the spirit that you come in to change things is going to have a direct bearing on how successful it's going to be. Say again. The attitude that you have as you try to implement the changes is going to affect how effective that's going to be. Ага, потому что ваши отношения, ваш настрой, как вы все будете менять, будет вообще влиять на весь процесс. Как это будет эффективно, и успешно ли будете в этом. Я хочу, чтобы у вас был успех. И моя жизнь, как служителя, очень наполнена такими примерами. Примеров таких людей, которые попали на какую-то конференцию или на какой-то класс. And they come back all filled with the zeal. Возвращаются они домой, наполненные этой ревностью. And those of us that didn't go to the class just think they're crazy. И те из нас, которые не побывали на этом классе, просто думают, да, с ума сошел. So any of these changes you implement in your family need to be done under the leadership of the Holy Spirit. Поэтому любые из перемен, которые вы хотите применить, должны быть под руководством Духа Святого. Most of it, I would prefer you to take time and re-read your notes and prayerfully re-read your notes. And make the changes little by little. Now, I know, if you don't have children yet, great. И если у вас пока нет детей, то хорошо. You can start fresh. У вас все будет как бы заново, по-свежему. And for those of you that don't have children yet, keep your notes, то сохраните свои заметки. Because you'll need to come back and re-read it when the baby is born. Потому что вам придется возвратиться, перечитать все, когда родится ребенок. And then you'll want to go back and re-read it again when the baby is about three or four. И затем вы снова захотите перечитать заметки, когда ребенку будет четыре года. Потому что вы не все запомните. Okay, now, what about the people in your congregations? You're going to see many people that have not sat through this teaching. Вы увидите многих людей, которые вообще этот курс не прошли. And you're going to see them doing it wrong. И вы будете видеть, как они неправильно делают. не осуждайте их. And you must be very careful before you offer help. И вы должны быть очень осторожными, прежде чем предложить какую-либо помощь. You don't know what their hurts are. Вы не знаете, какие у них обиды, боли. You know, just like, I don't know what your hurts are. Так же самое, как я не знаю, какая боль у вас. I've stood here before you for almost five days now. And I have seen Holy Spirit touching different lives. I can just tell. But I don't have all the facts. I can submit to you the results of some of my study. And the results of my experience. But I don't have all the facts about your life, so I can't come in and try to tell you how to change your life. That is not my job. In the same way, it's not going to be your job for different family members and different people in your congregation. What you can do is develop a relationship with them and eventually they may ask you for information. You may be able to share. I have learned a lot. But let them ask. I love it that Jesus said we were the salt of the earth. Salt does a lot of things. Во-первых, соль предназначена для много чего. It can preserve and it does make things tastier. Консервировать, а также может придавать вкус еде. That's what we want to be happening with this teaching. We want it to come out of us and make us tastier. So they may want to come take a bite out of what we know. So go very gently. So be very gently. And there are some questions that come up that I think we should address. And, возможно, появятся некоторые вопросы, я думаю, их нужно рассмотреть. Do you have here in Ukraine the custom, like we do in the United States, of what we would call dating? Есть ли тут в Украине обычаи встречаться? В прямом смысле встречаться с парнями, с девушками? Иногда нам нужно это тоже рассмотреть с библейской точки зрения. Потому что, если мы хотим построить крепкую семью, то нужно быть внимательным, осторожным в том, за кого мы едем замуж, на ком женимся. Если вы еще не женаты, не замужем, то Писание очень четко говорит о том, что вы не хотите быть неравно связанным, стать под неравное бремя с неверующим. Поэтому означает ли это то, что никогда не следует встречаться с неверующим? Я не могу вывести для вас правила. и не могу сказать, что вероятно это плохая идея. и я могу сказать, что это плохая идея. Если вы хотите купить клубнику, то клубнику не покупают в отделе, где химии продают, где мыло продают. Если вы хотите купить клубнику, то идите там, где клубника. Если вы хотите верующего мужа либо верующего жену, то самое лучшее место встретить мужа или жену это не бар. Я даже не могу сказать вам, как часто подходят ко мне люди, и пытаются убедить меня, что нашли мужчину всех, мужчину мечты. И пытаются сказать мне, что это просто Бог сделал. Мы просто родственные души, мы обе половинки. А где ты его встретила? В баре. И скорее всего я отвечаю, да, это не Бог. Now I'm not going to say that God couldn't work a miraculous sovereign move out of that. But that's not very smart. But that's not very smart. не очень умно. In the United States there is a concept that is gaining some momentum. in the United States there is a concept that is a concept of courtship as opposed to dating. It is the concept of courtship as opposed to dating. which is instead of going and forming all these attachments that they focus on group activities that enjoy being together and in a social life. and then when they see someone that they think God maybe maybe want them to proceed to a marriage relationship they put it out there. It's like I think God may want us to go to a deeper relationship. Now I think you could get kind of weird about that. But I think the idea is good. Let God bring the spouse to you. Let God bring the spouse to you. Let God bring the spouse to you. In the church life you're going to have opportunities to minister to others. Even though you may not be the pastor. So be prepared to give good counsel. There are opportunities to counsel people before they get married. So what would I tell somebody before they get married? Based on what I've said so far. Is he or she a believer? And are they going after God with their whole heart? with their heart? See, it's not about is he perfect or is she perfect? Because that person doesn't exist. Because that person doesn't exist. But does he love God? Does she love God? Does she love God? That's first thing. That's first thing. Second thing. Do you have similar visions for what a family should be? are you guys compatible in your vision? Are you guys compatible in your vision? Do you like this person? don't think you're going to change the person that you marry? Не думайте, что вы измените человека, за которого вы идете замуж, либо женитесь. Now, I think women probably make this mistake more than men. И я думаю, что женщины делают эту ошибку более часто, чем мужчины. See all these characteristics about this man when they date him. Допустим, они видят все эти качества этого мужчины, когда они встречаются с ним. Иногда какое-то такое магическое мышление происходит в их голове. Я выйду замуж за него, и он так сильно меня будет любить, что он изменится. Любая женщина, которая была замужем больше 10 минут, скажет вам, что это не происходит так. И то же самое относится к парню, который выбирает жену. Если она вам не нравится, когда вы встречаетесь с ней, то она вам не понравится, даже когда вы женитесь на ней. и все раздражающие факторы не исчезнут. Но они наброс тонут еще хуже, как скрежет когтей или ногтей по доске или по стеклу. поэтому возможно один из таких советов вам придется дать своим друзьям. И снова так, и вы хотите это сделать по-доброму, очень нежно и как джентльмен. Моисей спустился уже с горы с законом, со скрижалями. Вам не надо действовать как Моисей, потому что он уже спустился с горы, так что вы не будьте как Моисей. Again? If they think they're in love, they're not going to listen too well. just do your best to put out the questions. Поэтому сделайте все самое лучшее со своей стороны, задайте вопросы. Can you live with this for 15 years? Можешь ты прожить с ним, с ней 15 лет? What's going to happen if 20 years from now he's still the same? Что происходит, если через 20 лет он таким же самым останется? If it's a big deal, you better not get married. Если это серьезный вопрос для тебя, то лучше тебе не жениться, не выходить замуж. Поэтому у вас будут возможности перед браком. Now based on some of the things we talked about earlier, there's another important thing that if you were really counseling somebody before they got married, let's say that they really were listening to what you wanted to hear what you have to say. Допустим, что они на самом деле прислушиваются к тому, что вы им говорите. I would counsel them to look for how the other party resolves conflicts. So I would give такой совет. Посмотрите, каким образом вторая сторона разрешает конфликты. If she just gets all emotional and just cries and won't resolve something, if she starts to cry and nothing will get any better after you're married. If he just shouts or clams up, just gets all quiet, if he just shouts or clams up, it's not going to change after you're married. If he calls you names before you're married, he's going to call you worse things after you're married. If he's not kind to you before you get married, he's not going to be kind to you afterwards. I mean, it's just that's just reality. and I don't know why it is, but there are some women that think that he might hit me before I get married, but and then he's not going to afterwards. afterwards. If she can't handle her anger before you marry her, she's not going to handle it afterwards. to and after she will deal with grief. Now, as I'm saying all of this, I do want to make sure we understand it's like Holy Spirit will change us. But you should be looking for a heart in that spouse that is open to change by the Holy Spirit. And it has been my experience in marriage that Holy Spirit's agenda is not mine. It's not mine. That the things God wants to work on in Kirk's life are not the things I think need to be worked on. Again, say it again. That the things that I think God should do in Kirk's life aren't necessarily the things that God is going to do. God is going to set the order. So when you select a spouse, make sure you are letting God tell you this is the one that has a heart after me. and this is the one whose annoying tendencies will best fit with your annoying tendencies. This is my number two on items that you need to tell somebody is you need to give them realistic expectations. Marriage is hard work. We annoy each other. Living close to someone is difficult. Now Kirk and I have developed our own little way of relating to each other and keeping all of our stuff. But we had to work it out. And it's been work. Where did you put this? Where did you leave this? Где это ты поставил, а где это ставить, или где я это оставил. И до сих пор он некоторые вещи не ставит там, где я должна, где я думаю, что они должны лежать. Мы можем ругаться по этому вопросу, либо же мы можем прийти к согласию. Иногда мы ругаемся. Хотела бы я сказать, что мы настолько духовные, что больше никогда мы не ругаемся. Но это была бы такая ложь. Абсолютная ложь. Как мы делаем на время, Дэвин? Прикатом? Хорошо, давайте прикатом.